Мы сегодня решили встать и сделать себе эмоционально разгрузочный день. Сейчас приехали на Минское море. Мы как-то вот воскресные дни проводим всегда такая аутентично, спокойно, размеренно, потому что за неделю накапливается огромное количество всякого негатива, всяких плохих эмоций, и нам просто необходимо их разгружать. Ты опять ешь? Опять? Что значит опять? Здесь летом мы всегда играем в волейбол на этих площадках. Нам это безумно нравится, потому что активный образ жизни, он продлевает эту жизнь. Особенно, когда она идет наперекор всем здравым смыслам и каким-либо другим понятиям. Всем привет! Хочу рассказать, что мы начали тренировать деток. Начали набирать в группу по теннису, и вчера у нас была первая тренировка. Вот мы купили инвентарь. Сейчас я вам покажу. Отличные мячики, ракетки. Но это еще малая часть, потому что мы купили, потому что очень много надо закупаться. Вчера у нас был насыщенный день, но случилась одна неприятная вещь, о которой вам расскажет Ян. Слушай. Привет! Хочу рассказать о той жопе, которая вчера произошла с нами именно здесь, на этой дороге. Выехали мы с Таней на тренировку. Немножко торопились. Вот, чтобы вы понимали, дорога в Тарасово, она абсолютно не называется дорогой, потому что это полная жопа. Вот так выглядит дорога в Тарасово, чтобы вы понимали. Здесь, когда идет сильный ливень, либо какой-либо дождь, ее просто размывает до таких состояний, что ездить здесь абсолютно невозможно. И вот, едем мы вчера встанем аккуратненько. Буквально каждую ямку проезжая, настолько ювелирно. И объезжали мы, в общем, по обочине здесь вот аккуратненько, потому что по основной части ехать невозможно. Едем, едем. И тут, сука, хлопок, удар. И мы оказываемся вот в этой яме. Это старая дренажная система, которая когда-то обвалилась, которую никто не обозначил. И которая вчера привела меня в ужасное состояние, потому что, выйдя из машины, я обнаружил, что мое колесо просто, сука, висит в воздухе. Всем привет! Привет! Сегодня день матери, а это значит, что нам необходимо всем поздравить своих мам, бабушек, теть и так далее. Всех, кто когда-либо становился мамой. Таня хочет вам рассказать про одну очень крутую штуку. И вообще, кто нам спонсирует подарки. Ну как, спонсирует за наши деньги, но предоставляет их. Вот такие капкейки, посмотрите. Мы заказали торт Олена. Очень вкусно. Яну заказали, не знаю, было, ваниль, малина и вишня, шоколад. Ссылка будет в описании. Всех мам с праздником! Пока! Привет! Хотел бы рассказать про пса из прошлого видео, которого вы, наверное, посмотрели. Вообще там история была какой. Мы с Таней стояли на улице, он к нам прибежал, мы его покормили и он к нам привязался. На протяжении недели он у нас жил, мы его подкармливали, водили гулять, он с другими собаками взаимодействовал, а потом убежал. На протяжении где-то трех дней после того, как он убежал, мы его искали, кидали в интернет объявы и так далее. Мы уже подумали, что он, наверное, убежал к другому хозяину, кому-то опять прибился, кого-то объедает. Видимо, место более интересное пригрел. Поиски как бы прекратились. Потом случается так, что спустя некоторое время мы видим у одной известной девушки в инстаграме объявление о том, что нашелся такой-то, такой-то пес, ищет хозяев очень срочно, так как его содержание дальнейшее ограничено по времени. Мы, конечно же, понимаем сразу, что это вот, это именно он, кого мы потеряли. Звоним по номеру, решаем, что делать, забирать, не забирать. В общем, решили забрать. Сегодня пятница, у нас выпал первый иней. Мы сейчас с Таней едем в город, у Тани будет тренировка. Сегодня пятница, завтра выходные, и мы просто обязаны провести этот день безумно круто. И как мне кто-то сказал, что у меня слово безумно, слово паразит. Привет, мама. Блин, а теперь я не могу говорить, потому что сейчас твоя мама узнает, говорит, какой у меня слово паразит. У меня с этого дня началась диета, и вчера я сделала такой мини-сладостный день. А вчера с Таней мы ночью прям очень сорвались и поехали кое-куда. Ну, потому что если отмечать, то вот. То по-крупному. Там бургер и пирожок. И чтобы вот этот год я провела без сладостей. Так что посмотрим, что будет. Просто, например, вот касательно мака, практически не ем маки. Вот мы там были в Италии, сходили. Там еще по одному случаю заезжали, буквально совсем минимально. А вчера ночь, голод, холод. И спровоцировано минимальный прожор американского фастфуда. Но мы не злоупотребляем, мы кушаем брокколи и морковочку. Всегда. Еще запиваем ковы. Тебе нравится, Таня, на Минском море? Нет. Сегодня просто очень солнечная погода. Сегодня 15 градусов. Но все это, ну, вот какое-то такое морозное уже чувствуется, что полная осень. Но все равно здесь такое состояние умиротворения, что очень хорошо, очень приятно и очень спокойно. Таня опровергает эту информацию всячески. Потому что я люблю комфортно и это главное, чтобы тепло было. А я очень люблю любую погоду и пофигу, если честно. Потому что единение с природой, оно делает нас людьми. Нет, ну, если бы я одела шубу, штаны теплые с ночосом, то, конечно, ну, мне тоже понравилось. Но я в легкой курточке. Так что смотрите, какая красота будет дальше. Я просто смертно люблю все это. Это когда вот ходишь, наслаждаешься этой природой, и у тебя сердце начинает петь, кричать от этого. И это просто лучшее наслаждение, которое только можно ожидать. Ну, посмотрите на это. Разве мы должны обзывать нашу страну, должны как-то ее дискредитировать, не любить. Вот это все у нас, у нас дома. Каждому доступно, каждый из нас может прийти сюда, увидеть все это и насладиться. Не теряйте этих моментов, ведь это все, что рядом с нами. Вызвали мы экипаж ГАИ, чтобы понять, кто вообще несет ответственность за вот эту вот яму. Ждали, мы ждали, и вот, в общем, едет уже машина ГАИ на красно-синих маяках. И аккуратно проезжает за нас. Мы стоим все в недоумении, думаем, что за прикол такой. Мы их останавливаем, открывается окошко, сидит сотрудник в форме ГАИ. Говорит, нет, мы просто едем на осмотр людей. Он просто сказал, что они не ГАИ, они просто милиция. Мы подумали, ладно, всякое бывает, пусть-то. Приехал другой экипаж. Первым делом, что нам сказали, что мы двигаемся по зеленой зоне, короче. Просто впихнули в нас всю информацию, которая является лживой. Нас обвинили, что мы тут сами виноваты. Короче, вот так вот. Дали ему кличку, назвали его Джеком в честь пирата Джека Воробья, этого бедного странника, потому что наш Джек, он такой же странник, как и он. Забрали все, покормили, устроили. Проходит два дня, как он уже у нас, и с нами связывается девушка, которая нам его отдала. Говорит, что якобы ей написали бывшие хозяева. Я связываюсь с этими хозяевами. На протяжении двух дней веду с ними диспуты, различные диалоги. Мы там что-то выясняем, сравниваем их собаку по фотографиям и нашего Джека. Договариваемся о встрече. Но у меня изначально закралось такое какое-то странное сомнение касательно этих хозяев. Они были... Девушка со мной вела разговор все время. Она была с таким диким дефектом речи. Я думал, что может быть это что-то такое действительно печальное. Оказалось, они просто припевают. Ну вот вчера мы привезли Джека. Он очень нервничал в машине. И пришли двое ребят, мужчина и женщина, активно подпиты. Посмотрели, сказали, нет, это не наш бёс. Девушка стала сразу говорить, Игорь, Игорь, пожалуйста, давай заберем. Мы сказали, до свидания, Игорь. И ушли. И все, теперь Джек у нас. Он спасен. И он набрел новых хозяев. Поэтому, ребята, старайтесь всячески помогать бездомным животным. Может как-то устраивать их в какие-то семьи. Либо подкармливать. Это очень хорошо, потому что они самостоятельно не могут себе обеспечить комфорт. А мы можем им помочь. Чё надо? Лимонаду. 300 до города. 300? Нет. А подешевле? Подешевле пешком в аэропорт.